Благодарение Богу, братья и сестры, я сегодня очень рад, что могу быть среди вас в этом служении и передаю вам привет от церкви, подобной вашей, тем, кто уверовал в Господа Иисуса Христа, от таких же детей Божьих, которые в Челябинске, и там сейчас тоже идет это служение и по всему лицу земли это служение Господу, оно еще сегодня не прекратилось, еще не закончилось, это благодать Божия для язычников, Бог призывает грешников к покаянию, они вступают в завет с Ним, Бог крестит Духом Святым, да, и это сегодня славно. Очень славно то, что Бог говорит к нам через Слово Свое, говорит такие вещи, которые касаются Духа нашего, потому что это есть некоторое такое наставление для каждого из нас, такие назидания, которые попадают в глубины сердца нашего, и там происходит нечто такое, некоторый такой труд Божий, да, в нашем сердце для того, чтобы мы могли воспринять это Слово, потому что это Слово, оно есть истина. Мы не можем вот так вот употреблять такие слова, что их много, этих истин, истина, она всегда одна. Вопрос, принимаем ли мы эту истину, да, принимаем ли мы это Слово так, как оно должно быть, верим ли мы в Иисуса Христа так, как должно быть, понимаем ли мы, что его задача и цель была спасти погибшего, прийти в этот мир, пострадать, пролить кровь свою, умереть, воскреснуть, восхесться десную Бога Отца, и там ходатайствует за каждого из нас. Мы сегодня, вот дети Божии, мы сегодня верующие, потому что Он некогда ходатайствовал за нас. И это была такая молитва Иисуса Христа, это была молитва в Гесимании, да, за всех верующих, за все века, за все тысячелетия вперед, чтобы всякий верующий человек, чтобы он не погиб, чтобы те люди, которые в руке Божьей, чтобы никто не смог похитить их из руки Божьей. Но, как сегодня уже говорилось, что происходит некоторая такая борьба, да, борьба в душе человеческой. Приходит некоторое такое смятение порой от того, что мы не можем получить того, что ожидаем, да, и говорим, что, ну, это как-то, ну, не похоже на Бога, да, не похоже на Бога, когда мы чего-то такого вот просим у Него, а Он не дает. Или что-то у нас бывает такое, что мы просим одно, а приходит нам другое, и человек приходит в такое иступление и говорит, что, ну, что-то Бог нас или не понимает, или Он не слышит, да, или что-то такое непонятное тогда происходит со мной. Может быть, мы не всегда просим то, что нам на пользу, да, может, мы не всегда такое делаем. Я хотел бы несколько продолжить то, что говорили братья, да, до меня. Вы знаете, это слово, оно действительно может вот душу нашу орошать, да, таким благословением, что мы делаем некоторые выводы такие в жизни своей, и на протяжении всего нашего хождения перед Богом мы разделяем нашу жизнь на те дни, когда мы жили праведно, честно, чисто перед Богом, и, может быть, те какие-то дни, которые где-то что-то поступали не так, поступали, что-то делали для плоти своей. И человек, который внимательный, да, он сделает некоторые такие выводы и скажет, что, ну, вот тот поступок, да, или то дело, которое я совершил, оно отодвинуло меня несколько назад, да, в своем служении Господу, в своем познании Его, потому что те благословения, которые мы, может быть, имели, они где-то приостановились. Я не могу войти в это присутствие Божие, я не могу получать какое-то такое духовное удовлетворение от Господа, как это было раньше. И некоторые люди, они просто так рукой махнут и говорят, что, ну, ладно, не сегодня, завтра, может быть, это появится, после завтра, может быть, через месяц я этого достигну, и ничего не предпринимают, и ничего не происходит абсолютно. А Слово Божие нас учит, что, чтобы мы вернулись, и что сделали? Покаялись, да, чтобы мы вернулись в то место, нашли ту точку падения своего, покаялись, исправили, если что-то можно в жизни своей, и потом начали следовать дальше. Мы много некоторых таких вещей иногда складываем на Бога, и даже порой с некоторым таким упреком, да, вот брат Лиш сегодня говорил, вот про этого сына, да, из этой притчи о блудном сыне, что фактически там отец сказал, что, ну, ты всегда со мной, и все мое, твое, да, какие проблемы, ты почему меня упрекаешь, ты мне козленка не дал? Ну, взял бы, пошел, оно тебе принадлежит. Если тот сын забрал свою долю и ушел, то теперь все, что у меня, оно твое, иди бери, и пожалуйста. Но где-то что-то внутри было не такое, наверное, не хотел, значит, знаете, как бывают люди, с одним разговаривал, он говорит, ну, это в те времена советские, там, 100 рублей деньги были. Говорят, вот 100 рублей, один рубль уберешь, уже 99, как бы вот, ну, вот, не кругло, как бы, да, вот. И может, тоже овечек посчитал, там, тысяча овец, а будет 999, вот съем, или там, козленка этого, да, и как бы что-то это будет не то. Он мог это сделать, но нет, надо было перекрутить все на отца. Да, отец, ты почему же не дал мне даже, он ждал, что отец ему по приказу скажет, вот, иди, вот, ты хороший у меня сын, возьми козленка со своими, там, друзьями, покушай сладко, там, да, и чтобы тебе было хорошо. Отец вовсе вот такие вот какие-то задачи не ставил перед собой. У него были другие задачи, он собрал такое благословение для детей своих, да, вот эти вот стада, все, что у него было, так, что один взял вот так в безумии своем, сказал, отдай мне мою долю, и я пошел, взял и ушел, и согрешил. А этот сын, он тоже, в чем-то он был неправ, да, нельзя сегодня вот так вот упрекать Бога иногда в своих неудачах. Где-то мы сделали что-то не так, не так поступили, хотя могли поступить, да, но поступили иначе, и кто-то теперь виноват. Господи, почему-то ты не посылаешь мне благословения. Иди возьми. Ну, иди возьми. Они лежат у Бога на столе, да, как эти хлебы предложения, они лежат. Ну, иди возьми. Ну, туда дойти нужно, до этого места, да, туда, туда в это святое нужно войти, чтобы их взять. Ты не можешь их просить откуда-то там с улицы, с внешнего двора, да, ты не можешь их просить какого-то там другого места. Тебе нужно пройти туда, но туда всегда есть некоторый такой путь для христианина. Это путь освящения, да, когда мы освящаемся. Некоторые говорят, путь веры. Я говорю, ну, действительно, конечно, мы же уверовали, но Бог говорит, чтобы мы не стояли на месте, а дальше, чтобы святой он еще больше освящался, да, и когда Бог видит, что мы совершаем именно такое действие над собою, то мы свободно входим туда. Мы входим туда и получаем нечто такое вот от Господа. И это приятно, это вдохновляет нас к дальнейшему какому-то нашему служению Богу, к какому-то такому росту, потому что там впереди еще больше какие-то благословения, еще больше какие-то внутренние переживания, которые сподвигают нас к тому, чтобы мы еще более были ревностные к Богу. И так вот по жизни своей. Можно задать вопрос, это так до конца жизни? Это так до последнего дня? Не знаю, мне только 60. Не знаю, что думают 70-летние или 80-летние, но я так по себе знаю, что у меня сил уже столько нету. Я сожалею о тех днях молодости, которые можно было, еще когда в неверии было, можно было посвятить Богу, но искал какие-то причины. Теща была верующая, она мне давала Библию, говорит, Володя, я был неверующий. Она говорила, Володя, читай, надо верить. Сколько-то лет я просто читал, искал какую-то причину, какую-то отговорку, то жилья нету, а там детей рожать надо будет, то еще что-нибудь, еще что-нибудь. И все была какая-то причина, пока Бог уже не поставил. Вот так категорически. Вот сын у меня тут сидит со мной, приехал. Это вот из-за него все. Это все из-за него. Ему нужно было делать операцию. И однажды утром Бог, вот так вот, будучи в полудреме, Бог мне говорит, если не пойдешь, служить мне, я заберу у тебя сына. Ему ложиться на операцию нужно было. Я утром встал, говорю, Галя, иди к маме, узнай, где сегодня богослужение. Все. Понимаете, все решилось сразу в один момент. Операцию сделали, все успешно, все удачно. Вот теперь тоже верующий здесь среди нас. Понимаете, иногда Бог что-то такое делает для нас, и оно заметно. Иногда некоторые вещи Бог делает, и мы этого не видим. Иногда мы Богу предъявляем какие-то проблемы. Господи, почему ты не предупредил? Почему ты не подсказал? А может быть, Он говорил, ты не мог слышать? Может быть, твое сердце в это время было занято? Или ты думаешь, ты делаешь какие-то дела такие, да, которые, ну не сказать там греховные, а какая-то там суета такая, и Бог тебя просто вот так вот возьмет, как тебе и скажет в это время? Ну, может быть, если что-то такое вообще очень-очень страшное такое прилежит, да? А если что-то такое не очень страшное, ну, Бог хочет, чтобы ты хоть обращался хоть несколько раз в день, молился к Нему, и в это время Бог проговорит душе твоей, проговорит сердцу твоему, для того, чтобы ты внимал этим словам и мог потом что-то, ну, побеждать как-то, да, вот, имея вот такую вот веру. Однажды жена моя была беременна и ходила в роддом, и на обратном пути у нее приключение такое приключилось. Домой приходит, вся плачет, я говорю, что случилось? Беременная, уже там на последнем сроке, меня, говорит, собака, говорит, так напугала, что я вот просто, вот, ну, вот, не могу, там, док вот такой большой, за пальто сцепился и таскал, я вот так вот не покусала, ничего, ну, напугала. Почему Бог и так вот допустил? Что я беременна, и вот так вот оно случилось? Я говорю, Галя, я тогда не знал, что ей ответить. Бог как-то мне вот положил, я говорю, Галя, не может быть, что Бог тебя не предупреждил заранее? Она начала анализировать. Я, говорит, шла из консультации, дошла до остановки, и у меня такое было огромное желание молиться, просто молиться. Ну, я торопилась домой, у меня же там муж дома с детьми, с остальными сидит, да, надо же быстрее домой идти. Я, говорит, все-таки как-то это, погасила в себе это желание, и быстрее пошла домой, и как раз на эту собачку-то и нарвалась там, понимаете. Я говорю, Галя, ты бы на минуту остановилась, да, не надо там вставать на колени, ты бы остановилась на минуту, ты бы просто помолилась, ты на минуту позже прошла бы по этой улице, собака, может быть, уже убежала, и ничего не было. То есть, некоторые вещи мы просто не замечаем, а потом говорим Богу, Господи, а почему, а зачем, а за что? Ни за что, и ни почему. Бог хотел тебя предупредить, ты не был способен слушать это, ты не был способен принять это, потому что сердце твое в это время было, ну, чем-то занято, или мы торопились по своим каким-то там делам, или еще что-то такое хотели делать. Вот смотрите, то, что брат Андрей говорил, да, тоже на эту темку немножко хочу так вот добавить, но из другого местописания. Ну, они как бы так переплетаются. Это пророк Осия, 8 глава, 11 стиха. «Ибо много жертвенников настроил Ефрем для греха, ко греху послужили ему эти жертвенники. Написал я ему важные законы мои, но они сочтены им как бы чужие». Смотрите, вот то, что совершил Иуда, вот брат Андрей, говорит, вот он, да, вор, да, вор, у него был этот ящик, да, был. Зачем Иисус ему дал этот ящик? Ну, кто ее знает, да? Но у меня вот такая вот мысль, знаете, если бы Иисус не дал ему вот этот вот ящик, и не дал ему такое задание, поручение, собирать деньги, носить в этом ящике, там покупать что-то такое, когда им что-то такое нужно. Вот представьте себе человека, который не пребывал в каком-то таком вот обольщении, или в каком-то мелком таком-то грехе, чтобы вот так вот все было хорошо, замечательно, вместе со всеми апостолами ходил там, исцелял бесов, изгонял, как бы он же был участником всех этих событий, правда? И вдруг потом надо раз предать Христа, вот так вот пойти за 30 серебряников. То есть некоторые вещи, они сначала способствуют тому, чтобы мы вот приходили к некоторым таким выводам. Раз взяли оттуда, не последовало наказание, второй раз взяли, не последовало наказание. И уже постепенно человек вот так вот приходит к какому-то такому большому событию, к какому-то большому греху. Чем руководствовался Иуда, да? Я так думал, он мог руководствоваться даже такими вещами, что, ну, я его придам, деньги получу, а он все равно уйдет от них. Ведь были же такие, да, вещи, когда Иисус просто не хотели его взять, и он проходил между ними, и уходил. В Писании есть такие места, да? Почему он так уходил? Не время было еще. Не время было его еще взять, он свободно прошел между ними и ушел. Ну, наверное, Иуда решил вот так вот. И себе заработаю, да? Он уйдет все равно, ничего ему плохого у кого не сделается. А вот тут раз, и все, и сделался виновником. Так что пришел, бросил им эти серебреньки, вот, и все. Но ему это ничем не помогло. Пошел, уловился. Вот место, которое я прочитал, еще раз читаю, 11 стих. Ибо много жертвенников настроил Ефрем для греха. Ко греху послужили ему эти жертвенники. Ну, как-то странно. Сделал жертвенники до греха, и они послужили ко греху. А к чему они могли еще послужить? Казалось бы, да? Но ведь вопрос, это не так, что взял так вот из бумажки, там, самолетик сделал, вот за 15 секунд, вот все. Жертвенники строил. Их было много. Это было, нужно тратить время, да? И за это время пока строил эти жертвенники, для того, чтобы потом когда-то приносить на них жертву. Ну, некоторые люди могли бы одуматься, правда? Ну, что-то Бог там в сердце такое ковырнул бы, и Он бы сказал, что делаю? Ну, что делаю? Ну, зачем? И сказал бы, не, не буду, не буду делать, да? То есть, это не мгновенное какое-то решение, когда бывает, мы раз спросили, мы Бог тут же ответили, мгновенно тут же согрешили, и говорили, ой, Господи, вот не подумавши, раз, раз, все, грех. Там месяца и годы уходили на эти события, да? Человек ходил, делал, строил, знал, знал, да, дальше читаем Писание, написал ему важные законы мои, но они сочетаны им как чужие. Как будто бы, вот, да не для нас это там, да? Вот им говорят, Писание. А вот Писание, смотри, что в Писании написано. Нельзя такого делать. Да это не про нас, это нашим отцам писалось. А нам что? А нам так можно сегодня, вот так вот, да? И вот то, что Он хотел делать, эти жертвенники, да? И они послужили потом ко греху. К какому греху? Они перестали, эти люди, вот эти вот заповеди, эти законы, которые Бог дал им, да? Они перестали их просто слушать. Вот. Казалось бы, вот, ну, хотели сделать жертвенники там, Богу там, кому-то там поклоняться, да? А начинали, начали потом поклоняться идолам и прочее, прочее, понимаете? К греху. А казалось бы, с маленького началось. Ну, мы пока построим. Мы построим. Ну, если Слово Божие говорит, что для греха, да? Строил их для греха, значит, у него уже было какое-то такое сознание, что это что-то недоброе такое. Вот делаю, а что-то такое нехорошее. Но по упорству сердца, он все равно продолжал это делать. Делал, построил, понимал, что заповеди какие-то Бог там давал, да? Наверняка ему говорили, как я еще раз говорил уже, да? Что, ну, нехорошо, вот законы есть, постановления, которые от Бога. Это не для нас. Мы считаем, что это не о том, да? Или как сегодня говорят, что современный перевод, а то старое, да то прошло уже. Это для тех там людей, это для тех верующих. Это в Ветхом Завете, это первые христиане были. А сейчас все равно, и даже некоторые говорят, и Бог сейчас другой уже тоже. Библию не читаем. Бог другой у них теперь. Но если только ты в другого Бога уверовал, да? Ты нужно уже сейчас бежать каяться от таких мыслей. Ты же какого в Бога уверовал, если он вообще единый, да? Ты в какого там истукана тогда мог уверовать, который что-то не то говорит, поставления какие-то не те там делаются, да? Потому вот события, они так два. Вот Юда был вот так вот, что-то поразмыслито прикинул подзаработать и сделал такое преступление, которое вот на века, да? На всю оставшуюся жизнь, для всех христиан. И Иисус вот так вот дал ему вот этот вот ящик, да? Для того, чтобы он занимался этим как бы трудом. И это было ему для греха, да? Для того, чтобы он укоренился в этом грехе. Для того, чтобы он зачерствел в этом грехе. Для того, чтобы он потом сделал нечто большее. Потому что вот так вот сразу, да? Из святого, из нормального, и сразу пойти и предать, да? Ну, вряд ли кто-то решится. Вряд ли такой человек надеется, который сможет сделать такое прицепление. А вот так потихоньку, как мы сегодня говорим. Ну, сегодня там на собрание не пошел. Завтра не пошел. Читать перестал. Молиться стало реже. Только по исключительным каким-то событиям. Когда мне что-то надо, да? Ну, Господи, помоги. А когда кому-то это надо, ну, пускай они там и просят, да? И так вот дальше, больше, дальше, больше. А потом пришло к какому-то такому серьезному падению. И потом начинаем предъявлять. Искать, кому можно предъявить. Предъявить можно Бога. Ты, наверное, меня не любишь. Наверное, ты меня не любишь, да? Да нет. Наверное, ты от него отошел. Он где был, он там и есть. Ты ушел сегодня от Бога. Ты ушел сегодня в сторону. Тебе нужно вернуться на то место, где ты упал. Покаяться, да? Вспомнить, где это случилось. Вспомнить, в каком месте это получилось. Да? И иногда говорят, не знаю, не помню. Ну, значит, это было, может быть, очень давно. Это событие. Но все равно оно должно было что-то такое быть. Без этого просто не бывает. Никто не уходит от Бога вот в такие времена, когда обильно Бог посылает какие-то благословения. Ты в труде, ты в общении с Богом, да? И вот так вот резко сегодня в труде, завтра раз взял, ушел. Ну, такого не бывает. Человек падает, 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 падает до такой степени, что однажды Бог уже просто отворачивается от него. И все. И потом уже конец пути до такого христианина. О таком человеке можно только сожалеть. Я бы хотел помолиться сегодня с вами, да? Что Бог благословил каждого из нас. Чтобы мы могли вот это вот вникнуть, да? Что падение, да, оно, большое какое-то такое падение, оно не бывает неожиданным, да? Мы некоторым людям, порой служителя видят, вот, что человек склонен к этому. Я одной сестре в свое время говорил, я уже жду, что ты блуд сделаешь. Да нет, никогда, через две недели сделала. Понимаете? Потому что уже по делам, как жила, как поступала, уже ждать было нечего, только вот уже вот такого большого греха. Нет никогда, со мной, да никогда такого не будет. Две недели прошло. И все, и пожалуйста, понимаете? Но перед этим была череда таких дел, поступков, непослушания, да? Когда говорили человеку, учили, наставляли, нет на своем, а вы мне докажите, а вы мне расскажите, а почему это так, а почему это Бог такой нехороший, а почему это он такое допустил, понимаете? Из-за таких слова человек расплачивается потом вот таким вот состоянием души, да? Которая несет печать такую на долгое время, на долгое время для некоторых, может быть, и вообще навсегда. Но сегодня Бог есть такой, который хранит, да? Который подсказывает нам. Как я говорил, что мы не всегда способны это слушать, но Он нечто говорит каждому из нас. Там, внутри, в сердце нашем, в духе нашем, мы имеем нечто от Бога, если только этот слух вот там, внутри, да, не испорченный, понимаете? Если только не закрылись эти уши, да, духовные, и последствием греха какого-то мелкого, и мы делаемся неспособными слышать те наставления, которые Бог говорит каждому из нас, либо мы говорим, что это не для нас. Мы слышим, сидим в проповеди, в собрании, служитель выходит сюда, говорит, мы слышим это все, но говорим, не про меня, не для нас это все, это для кого-то там. И так человек приходит в такое состояние упадническое, с которого очень трудно выбираться. Хотел бы молиться, чтобы это не постигло нас с вами, да, чтобы это не постигло Церковь Божию, чтобы было меньше таких людей, которые бы отпали от веры, чтобы было меньше таких людей, которые бы согрешали, и чтобы понимали, что к греху приводят такие вещи, которые, казалось бы, незаметны, казалось бы, они еще и не греховные, да, начали строить что-то там. Что такое ты строишь? Да вот строю, не знаю, что из этого получится, да, ну, что-то такое-то, ну, хочу жертвенник построить. А кому ты хочешь жертвенник построить? Ну, Богу. Какому такому Богу ты хочешь его построить? Что ты там будешь делать? А потом начали жертвы приносить мясо. Ну, уж неплохо Богу мясо, да. А Слово говорит, ну, конечно, они стали его там приносить, и сами его стали есть, в то время как священники должны были это все делать. Священники должны были приносить эти жертвы, да, и должны были вкушать эти жертвы, а они сами для себя сели, поели, пожарили, покушали, и Бог говорит, что это было неугодно. Бог говорит, что в жертвоприношениях мне они приносят мясо, едят его. Господу неугодны они. Ныне он вспомнит нечестие их и накажет их за грехи их. Они возвратятся в Египет. Неугодны они. Кто они? Да не жертвы они неугодны. Не сами люди эти они неугодны. Почему? Да потому что они поступают вот так вот. Зная что это нельзя они это делают. Зная потому что им говорили, их наставляли их учили. Это не для нас. Это не про нас. Это о ком-то там другом. А мы будем вот так вот. Мы хотим вот так вот сегодня послужить Богу. А конец такой вот печальный.